Добро пожаловать, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья! Я очень рад вашему интересу к этому мероприятию, но, с другой стороны, он не удивителен, потому что Россия, она нас всех занимает в политическом, в культурном, в личном плане, учитывая эти многосторонние связи, многообразные связи, которые существуют между Германией, Россией, Берлином, Москвой и Санкт-Петербургом. Восточноевропейских исследований, и мы рады продолжению этого сотрудничества. Тема нашего мероприятия «Пути России в будущее» – есть ли еще альтернативы? Вопросительный знак. Это меня немного сбило с толку, когда мы готовили это мероприятие, потому что в политическом плане альтернативы налицо всегда, даже в ситуациях, которые кажутся безысходными. Не обязательно сразу сейчас, но, вы знаете, часто говорится в политике, что что-то является безальтернативным. Это не политический подход, потому что политическое мышление, политические действия всегда связаны с другими возможностями, то есть с альтернативами. К существующей действительности существования альтернатив, существующей экономической, социальной, общественной системе в России, они существуют. И несмотря на все репрессии, несмотря на весь прессинг в России, много людей, которые работают над такими альтернативами, и которые интенсивно обдумывают, обсуждают такие альтернативы, ряд из них сегодня представлен как выступающие, как гости, добро пожаловать. Для России тоже действует, что изменения должны идти изнутри. Ведь это легенда, что великий демократический подъем, что политические, общественные движения, реформы, которые мы видели, в виде нескольких волн в Восточной Европе с 90-х годов, что они были сотворены извне, что это манипулирование со стороны США, некоторые говорят со стороны Европейского Союза, которые ведут повестку дня смены режимов через свои фонды и международные неправительственные организации. Да, мы, конечно, выступаем за демократические реформы и изменения во всей Европе на международном уровне, но причина общественных изменений в большом стиле, они всегда носят внутренний характер, и силы, которые обеспечивают такие изменения, они действуют. Изнутри это действует и в отношении Сирии, в отношении, которое тоже бытует, легенда, что арабская весна, в принципе, это только изобретение, махинация Запада, что все это было сделано Западом. Но ведь речь идет о миллионах, о многих миллионах молодых людей, которые восстали против бесперспективности условий своего существования, которые вышли на улицы во имя лучшего, будущего. И сравнительно недавно в Москве более ста тысяч или сотни тысяч людей протестовали против системы Путина и выступали за большую демократию в России. На сегодня кажется, что это было давно, хотя было сравнительно недавно. Повторяю, на сегодня Россия кажется державой ревизионистской, которая хочет повернуть стрелки вспять, вернуться к политике зонгегемониального влияния, к политике ограниченного суверенитета в отношении государства, которым не повезло, и которые находятся недалеко от России. Ну и знаете, опять откатиться за идеалы демократического подъема 1989-1990 годов. Я имею в виду идею либеральной демократии, правового государства, разделения властей, свобода печати, плюрализма. Все это идеи, которые на сегодня в России ставятся под сомнение, причем очень сильно правящими элитами. Актуальный конфликт с Россией, не только конфликт, связанный с Украиной. По сути, это не геополитический конфликт, а конфликт ценностей. Это идейный конфликт, и особенно именно у нас в Германии, в Европе, должно напоминать об этом. Потому что часть нашего политического класса, часть нашей медиа-общественности предпочитает это игнорировать, что речь идет о конфликте ценностей. И что вдруг к диспоиции стоит весь европейский послевоенный порядок. Кажется, что президент Путин достиг апогеи своей власти. Россия презентуется вовнутрь, и миру, как решительное государство, готовое действовать, в принципе, даже как противовес тому, что на сегодня иногда и себя являет Европейский Союз. Но мы считаем, что это обманчивая картина. Мы так считаем. Вот если посмотреть на ситуацию в Украине, если вдуматься в эту ситуацию, то планы, которые первоначально... Донбасс, Восточная Украина, интервенция, все, что было связано с этим, это не прошло. Россия, оказывается, смогла больше сопротивляться, была готова больше сопротивляться, чем думали в Кремле. По-моему, это можно сказать и в отношении Сирии, где Кремль сейчас пошел на военно-политическое приключение, динамика и конец, которого никому не понятно. Это сейчас пока видны только дополнительные беженцы, которых произвела российская авиавояна в Сирии. Но вот эта кажущаяся сила, по-моему, это действует и в отношении российской экономики. Актуальная экономическая модель и, в принципе, вся политическая система власти – это рентная экономика, основывающаяся на эксплуатации природных ресурсов, на экспорте ископаемых источников или энергоносителей нефти и газа. И эта модель, согласно тому, что мы знаем, она не перспективна. Цены на сырье перестали расти. Глобальный рынок нефти далеко удален от уровня, который требовался бы российскому государству, чтобы долгосрочно рефинансироваться и чтобы в том числе рефинансировать военный аппарат. То есть необходимость коренных изменений в России она, скорее, возрастет еще в течение ближайших лет. И стратегия постоянной патриотической мобилизации политико-военной силы не будет удачной в случае исчезновения необходимых общественных и социальных условий, социальной основы. И если, в принципе, сложно сказать, вот вся эта дискуссия, которую мы ведем по поводу альтернатив для России, альтернатив развития, перспектив модернизации России, я полагаю, что значение, роль этой дискуссии возрастет. И в отношении модернизации я имею в виду не только экономическую, технологическую, я имею в виду и политические, да и демократические аспекты. Это мотив, который объединяет нас с германским обществом восточноевропейских исследований в рамках цикла этого мероприятия. Желаю нам всем интересного вечера и позвольте предоставить сейчас слово Иоаннасу Фосвинкелю, руководителю нашего представительства в Москве. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Что мы вам хотим сегодня предложить, я надеюсь, это нам удастся, что дискуссия будет интересна, это описание актуальной ситуации в России. Речь особенно идет о том, чтобы получить впечатление о состоянии российской экономики, потому что сведения налицо противоречивы. И потом, как мы сделаем эту экономическую разминочку, мы поговорим о политике, о внешней политике Сирии и Украины. Два важных момента. Вот об этом мы поговорим. И поговорим о последствиях внешней политики для внутриполитической ситуации в России. Позвольте еще сказать, что это мероприятие транслируется в интернет, в живом эфире, оно будет выложено в интернете, то есть его записи мы сначала поговорим здесь на подиуме по этим темам. Всегда, конечно, тоже в ракурсе вопроса существования альтернативных сценариев, кто их генерирует, насколько они реалистичны. А после этой части, после подиумной дискуссии, 60-минутной, вы сможете задавать вопросы. К половине девятого мы закончим это мероприятие. И мы сделаем небольшой прием в завершении мероприятия внизу. И на всякий случай тоже скажу, подумайте, что вам понравится в этом мероприятии, что нет, у нас будет потом на выходе небольшая такая система баллов, чтобы оценить наше мероприятие. Но сейчас мы перейдем непосредственно к теме. Представлю участников подиума. Приветствую сердечно Екатерину Шульман из России. Она доцент Российской академии, народного хозяйства и публичной администрации. При президенте Российской Федерации, кандидат политических наук и специалист по вопросам законодательства. Кроме того, приветствую господина Владимира Фролова. Он внешнеполитический эксперт, пишет в ряде российских изданий, в Moscow Times, Slon.ru, интернет-платформа, газета.ru. Кроме того, президент группы Лев. Это группа пиаро-политического экономического консалтинга. И он поделится с нами интересными соображениями на внешнеполитические темы. Слева от вас это Максим Трудолюбов. Он редактором комментарных полос ведомости по образованию архитектор. И он, это надо сказать, я это читал в биографии, работал в Синодальной библиотеке Московской патриархии. Тушь интересная биография. Он в Берлине работает. Он получил Вайцека феллоушип в Берлине. И хотелось бы надеяться, что он вернется в ведомости и продолжит комментировать текущий момент. И господин Руприхт, президент германского общества восточно-европейских исследований. Долго был в Бундестаге с 1994 по 2013 годы. Был председателем комитета по внешней политике. Позвольте начать с экономики. Как я говорил, вот я работаю в Москве. Если посмотреть, что там пишут об экономике, это вот сейчас, в пятницу, послезавтра, это бюджет на 2016 год. Дума будет рассматривать критики. Говорят, что это бюджет выживания, а не развития. 10% доходов, говорит министр финансов, стоят под вопросом. И в худшем случае уже в конце 2016 года резервный фонд может быть израсходован. Другие говорят, посмотрите на промышленное производство. В сентябре рост на 0,6%. И антисанкции России скорее помогают развивать отставшие отрасли экономики. Вот такая противоречивая информация. Максим Трудолюбов, а как обстановка выглядит на самом деле? Что происходит в российской экономике? Спасибо за вопрос. В российской экономике происходит много разных процессов. В общем, главный из них, наверное, в том, что все-таки экономика сокращается. В этом году мы ждем сокращения по-разному. Есть разные прогнозы. В общем, от 3 до 4% минус к ВВП. Цены значительно выросли. Тоже есть разные способы смотреть на это. В общем, официальная средняя инфляция 11-12% годовых, но реальная инфляция, допустим, продуктов, то, что мы видим, когда идем в магазин, то, скажем, по отношению к прошлому году, просто летом мы пытались даже прикинуть, ну, примерно 30% все дороже. Так вот, как твоя сумка, которую ты несешь из магазина за год, подорожала примерно на 30%. Ну и, соответственно, любой человек, который хочет, допустим, съездить за границу, то есть он невольно связан с тем, что ему нужно купить билеты, гостиницу оплатить, ну, или что угодно, что связано с валютными расходами. Это сразу все подорожало, соответственно, в два раза и больше. Ну, как бы для людей, которых напрямую это затрагивает, на самом деле, не так много. И очевидно, что Кремль не считает это какой-то критической массой и критической проблемой. И я, на самом деле, сам не склонен считать экономическую ситуацию на сегодняшний день ключевой и абсолютно определяющей. То есть, что произошло в России за последние годы, я не знаю точно сколько, два-три года, если раньше мы склонны были думать, что экономический детерминизм практически много что определяет в отношениях между обществом и властью. Ну, то есть, люди поддерживают власть, потому что им становится лучше, и потому что они прогнозируют улучшение своего состояния экономического. И даже исследования это показывали. Есть всякие графики, которые рисуют связь между поддержкой президента и поддержкой курса правительства и ростом реальных доходов граждан. Это продолжалось очень-очень много лет, но это перестало продолжаться. вот сколько, в общем, с 2014 года этой связи уже нет. То есть, экономическая ситуация сейчас не влияет прямо на самочувствие граждан. Она влияет, точнее так, она влияет на самочувствие, но не влияет прямо на их политическое, как бы, их выражение, их политических чувств. Это то, что часто удивляет тех, кто смотрит, наблюдает за развитием Запада. Мы, в общем-то, думаем, что, наверное, скоро наступят какие-то социальные волнения, но на самом деле это не так. Госпожа Шуман, где вы видите причину этому? Я постараюсь объяснить этот кажущийся парадокс, который должен казаться особенно удивительным западной аудитории, привыкшей к прямой связи между уровнем жизни людей и их оценкой того, как ими управляют, их оценкой качества государственного управления. Я прошу прощения, если я скажу какие-то вещи, которые покажутся банальными моим коллегам и аудитории, но мне кажется, это нужно сказать, чтобы мы с вами понимали картину в целом. Российская политическая система – это закрытая система. Она не является в полной мере ни диктатурой, ни демократией. В такой системе значительная часть политических институтов являются имитационными. Но это не значит, что они не выполняют своих функций. Они выполняют только не те функции, которые написаны у них на вывеске. Это касается парламента, это касается выборов, это касается медиа. Является большой ошибкой и легкомыслием относиться к ним, как-то сказать, dismissively, на том основании, что они не являются тем, чем они называются. Тем не менее, эти институты, повторюсь, играют свою роль. Почему мы не видим вот такой прямой связи между популярностью верховной власти и уровнем жизни людей? Тому есть несколько причин. Первая, наиболее очевидная и поверхностная, состоит в том, что в несвободной политической системе, в несвободном политическом режиме довольно трудно узнать, что на самом деле люди думают. Завершение той корреляции, о которой говорил Максим Трудолюбов, между ростом рейтинга верховной власти и ростом уровня жизни людей, свершилось ровно тогда, когда уровень свободы, в том числе медийный, резко снизился. Таким образом, наши представления о том, что на самом деле думают люди, каковы на самом деле общественные настроения, они могут быть очень искаженными. Мы не имеем свободных СМИ, мы не имеем свободных выборов, и мы не имеем качественной и независимой социологии. До нас доносятся на самом деле только некие отзвуки того, что происходит в обществе. Мы, в этом смысле, мы исследователи, находимся в довольно идиотском положении. Это во-первых. Во-вторых, даже если предположить, что у нас была бы качественная социология, что не так, есть проблемы еще с самими респондентами, которые могут отвечать совсем не то, что они на самом деле думают, а то, что, как они считают, от них ожидается. Эта проблема не сводится к прямому страху. Обычно ее понимают так. Люди боятся, говорят одно, а думают противоположное. Это не так просто. Люди склонны присоединяться к большинству, к тому, что им кажется большинством, к тому, что им рассказывают посредством медиа, является большинством. Никто не хочет быть маргиналом и отщепенцем. Это противоречит нашей человеческой социальной природе. Третий момент. Ровно в тот момент, когда уровень жизни людей стал снижаться, когда повысилась продуктовая инфляция, когда снизился уровень доходов, в обществе резко повысился уровень тревожности. Частью эта тревожность наведенная, она транслируется государственной пропагандой, а частью она совершенно реальная, ее испытывают люди, которые понимают, что стабильность, которой они наслаждались предыдущие несколько лет, достаточно много лет, как сказал мой коллега, она заканчивается или закончилась. Действительно, война на наших границах и наше участие в военных операциях за рубежом – это не те события, которые способны вызвать в людях покой и довольство. В этой ситуации их выход, на самом деле естественный, и даже если подумать в своем роде рациональный, состоит в том, чтобы не быть недовольными верховной властью, а наоборот держаться за нее, как за некий источник защиты в этой новой, нестабильной, опасной, потенциально опасной ситуации. Это третий. Четвертый момент. Рост уровня жизни населения продолжался, можно сказать, больше 10 лет. Снижение уровня жизни продолжается, можно сказать, с осени прошлого года, около года. Его эффект еще не такой, чтобы потрясти основы жизни людей. Есть политологическая закономерность, которая говорит о том, что между каким-то экономическим событием и его политическими последствиями существует лаг приблизительно в год. Год – это условный срок, его не надо понимать буквально как 12 месяцев. Тем не менее, идея состоит в том, что есть зазор между тем, что происходит, и тем, как люди реагируют на это, изменяя свое политическое поведение. Если мы подумаем, это довольно естественная реакция, потому что, когда у человека наступают экономические проблемы, он не думает о том, чтобы производить какую-то политическую активность, он думает о том, чтобы найти деньги, которых ему не хватает. Так что это тоже все вполне-вполне разумно и объяснимо. В демократической открытой системе этот зазор будет меньше, потому что у людей будет больше механизмов и возможностей для трансформации своих мыслей и убеждений в политическую активность. В закрытой системе, в репрессивной системе таких возможностей мало, исчезающе мало. Становится все меньше и меньше. Поэтому у людей не так много способов выразить то, что они думают. Если мы посмотрим на все эти факторы вместе, мы увидим, что 2016 год обещает нам быть более увлекательным, чем 2014 и 2015, поскольку там сходится сразу несколько векторов. Вот этот зазор в год с лишним к тому времени случится, если не произойдет какого-то перелома в экономической ситуации, что маловероятно. И в 2016 году начинается большой выборный цикл, двухлетний выборный цикл. Выборы в парламент, собственно, в 2016 году и предстоящие выборы в президентские в 2018 году. На самом деле предвыборный период уже в значительной степени наступил, но он наступил для политического класса, для властвующей бюрократии, но еще не для, собственно, граждан. А если мы потом будем говорить о предстоящих выборах, об этом мы тоже можем сказать. Но сейчас вот я надеюсь, что я сумела объяснить, почему таким, казалось бы, абсурдным образом реагируют российские граждане на то, что вокруг них происходит. Я сразу хотел бы переспросить и уточнить. Долгое время в России тоже говорили, как только средний глаз образуется, тогда это будет класс, который хочет будет партиципировать, в том числе и в политической жизни, который будет политически более активным. На самом деле этого не было. Это была неправильная презумпция, или это тоже связано этими условиями, о которых вы рассказали. Или, может быть, среднего класса еще нет? Средний класс, если понимать его экономически, в России существует, и он достаточно многочисленен. Если посмотреть на демографическую разбивку населения России, то мы увидим, что большинство россиян живет в городах и не занимается физическим трудом. За, опять же, прошедшие годы эти люди получили рост своих доходов и рост своего благосостояния. Тот момент, на который обычно не обращают внимания, заключается в том, что значительная часть этого среднего класса работает на государство, напрямую или косвенно получает свои доходы из государственного, регионального, муниципального бюджета. Мы вообще, говоря о России, о чем бы то ни было в России, и должны держать в голове то, что Россия – это страна с гипертрофированным государством. За эти прошедшие 10 сытых лет, условно 10, государственный аппарат чрезвычайно разросся. Он многослойный. Наша бюрократия состоит из нескольких отрядов. Это прямые, собственно, госслужащие, вооруженная бюрократия, спецслужбы, армия, гражданские государственные служащие, опять же, федеральные, региональные и муниципальные – это три уровня. Это люди, работающие в государственных корпорациях, государственных банках, так сказать, экономическая бюрократия. И это люди, работающие на машину пропаганды, на государственные телеканалы, газеты, государственные СМИ, опять же, всех уровней, потому что в каждом регионе каждый губернатор – это такой маленький президент, и он имеет всю ту же самую систему, что и в Москве, только вокруг себя. У него есть свои прикормленные СМИ, у него будет свой какой-нибудь ручной банк, у него будет, естественно, администрация, которую любят называть там департаменты, министерствами, чтобы это звучало как-то посолиднее. Соответственно, все вот это вот дуплицируется в каждом из наших 80 с лишним регионах. Кроме того, это так называемые бюджетники, люди, которые не являлись государственными служащими, тем не менее получают зарплату из бюджета. Это врачи-учители. Как мы видим, это очень много народу. За прошедшие годы их стало еще больше, государство разрослось, государство доминирует в экономике, как прямо, так и косвенно. И, соответственно, оно кормит из своих нефтяных доходов большое количество людей. С точки зрения экономической эти люди могут быть причислены к среднему классу, если понимать, так сказать, снисходительное это понятие. А с точки зрения общественно-политической их благосостояние напрямую зависит от стабильности того государства, которое, собственно, платит им деньги. Там есть верхний слой, собственно, правящая бюрократия, наша властвующая элита, наш, говоря по-марксистски, правящий класс. Там есть средний и нижний слой, люди совсем не сильно богатые, но, тем не менее, боящиеся не без основания, что если с государством что-то случится, то они потеряют то, что у них было. Многие из этих людей подсознательно понимают, что функции, которые они выполняют, не особенно нужны. Всем известно, что в России безразмерная армия охранников, которая замещает или пытается замещать отсутствие в ней правоохранительных органов, органов правопорядка. Но в России также и огромное количество, чудовищное количество контролирующих и проверяющих органов всякого рода служб и инспекций, в которых тоже работает очень много народу. Опять же, повторюсь, все эти люди, это живые люди, наши сограждане, они тоже хотят жить, по крайней мере, не хуже, чем они привыкли жить в последние 10 лет. Уж точно они не хотят лишиться своих рабочих мест. Для них, естественно, и опять же, повторюсь, в высшей степени рационально связывать продолжение той жизни, к которой они привыкли, с продолжением того режима, который им это дал. Фролов. Господин Фролов, конечно, это не ваша специальная сфера, но вы в том числе в сфере консальтинга работали с бизнесом. Живя в Москве, это никто прямо, наверное, не скажет, но косвенно можно узнать, есть недовольство среди бизнеса, среди предпринимательства по поводу экономической политики государства. В общем-то, громко об этом не говорят. Это можно из третьих, четвертых рук услышать. Но почему в рамках бизнеса все-таки трудно найти сил, которые делали бы ставку на альтернативный сценарий для развития России и которые нашли бы возможность сказать об этом или оказывать определенное воздействие на развитие? Я бы затруднился ответить на ваш вопрос, потому что я не общаюсь с тем бизнесом, который вы имеете в виду и который испытывает какие-то там затруднения и готов пожаловаться на трудную жизнь. Скорее всего, так и есть. Естественно, если судить по медиа и по высказываниям бизнесменов даже такого уровня, как Дерипаска или Потанин, то какое-то недовольство вот этой новой именно внешнеполитической ситуации, которая поставила бизнес в достаточно сложные оперативные рамки. Это и связано со всеми ограничениями по доступу на западные рынки капитала и другими возросшими нематериальными издержками ведения бизнеса. Но, естественно, никто не будет открыто выражать это недовольство, потому что существует ситуация, в которой власть очень, на мой взгляд, эффективно использует ситуацию осажденной крепости, когда бизнес должен играть в одной команде с властью. И, собственно, видимо, этим объясняется отсутствие такого ярко выраженного недовольства и какой-то явной франды. Так как мы уже говорили о том, что, в общем-то, даже... Мы уже говорили о том, что, в общем-то, не принято высказываться критически среди предпринимателей, среди бизнеса. Есть ли вообще какие-то мысли, какая может быть альтернативная российская политика или экономика? Кто занимается разработкой таких моделей, если они есть? Господин Интернеливов, пожалуйста. Это убийственный вопрос, Ирханис. Я не знаю. Но, смотрите, например, моя родная газета «Ведомости» только что публиковала серию статей, написанных предпринимателями в техносфере. Это производство программного обеспечения, технологии. В России до сих пор есть такие компании, некоторые из них очень мощные, известные. Например, Касперский, который работает и за пределами России. и в процессе диалога этих текстов, в которых они как раз пытались сформулировать. В общем, это поддержка производства, поддержка в России до сих пор существующей экосистемы производства программного обеспечения, инноваций. инноваций в принципе до сих пор это реально, в принципе до сих пор люди эти частично работают в России. Хотя важно тоже понимать, что я не знаю ни одного бизнесмена, ни одного бизнесмена, который был бы выше владельца одного маленького магазина, выше вот этого, ни одного, у которого не было бы видно жительство в другой стране или паспорта другой страны. Это тоже характерный момент. Все люди, включая технологические предприятия, у них есть бизнес в России, но при этом у них есть бизнес и за пределами России, у кого-то более, у кого-то менее успешные, но в принципе они существуют иногда под совершенно другими брендами и они существуя в России, они представляют себя одним образом, существуя в мире другим образом, естественно пытаются играть на этой разнице. До сих пор много допустим программного обеспечения пишется физически в России, хотя и это меняется, и люди уезжают. То есть это как бы сказать это частная история, это только часть вопроса. Сейчас бизнес не является самостоятельным голосом. Ну собственно вот Владимир сказал, у бизнеса нет там одного лобби, которое бы пришло и сказало, что нам интересна та или другая политика. Когда до этого дойдет, они выскажутся, то есть как бы там есть масса идей, все это существует, но просто как бы бизнес сейчас отставлен в сторону, приоритеты расставлены как бы приоритеты расставлены очень четко. То есть любой проситель или критик, который приходит там лично в Кремль куда-то там, да, в каком-то высокому начальству, он просто получает один понятный ответ. Как бы мы окружены, мы ведем борьбу, ты должен нам помогать, а не просить. Эта логика она как бы простроена очень четко на всех уровнях. Но при этом есть такие, которые просят и получают чрезвычайно успешно. Они не с критикой приходят. Да, я говорил естественно о тех, которые предлагают другую политику, экономическую политику. Естественно в данном случае мы не говорим о тех, которые просто просят ресурс. Деньги, доли, рынки. Это как раз и главная игра, которая существует и играется. Да, мы сейчас об этом временно не говорим. Есть голоса Григорий Явлинский в экономике. Яблоко, партия Яблоко говорит, есть такие, которые говорят, что в России нет возможности развивать альтернативные стратегии, потому что все альтернативные стратегии в экономической политике ставят под вопрос систему в целом, и что тут надо многое менять, а потом менять политику, а потом экономику. Есть ли институты или небольшие группы, которые готовятся к дню Дэйли-Че, и которые готовят альтернативы, но которых пока не видно? Вы знаете, это очень популярный способ мышления у очень многих людей, которых я знаю, причем давно. У меня есть некоторый скепсис по поводу того, чтобы можно было сейчас сесть за стол и посадить туда самых-самых умных людей, на свете и придумать новую стратегию для России, которая потом вдруг, когда будет возможность, будет использована. Во-первых, такие группы есть, ответ да, но я думаю, что та Россия, в которой будет возможность для альтернативы, будет такая другая, и ситуация будет настолько иной во во-всех смыслах, что мы сейчас ее просто не знаем. То есть вот я уверен, что чего точно не будет, так это того, что вдруг какие-то как что как бы смена власти это там не знаю 1500 вакансий. Просто на те же самые стулья пришли другие люди. И только гораздо лучше теперь управляют там внутренней политикой, Газпромом, РЖД, я не знаю, там метут улицы и так далее. Вот такого точно не будет, потому что это будет другая ситуация, совсем другая. Каким-то новым людям не достанется готовый Газпром со всеми деньгами, готовая Роснефть со всеми деньгами. Это всегда будет что-то другое. Нужно будет начинать совершенно новую ситуацию, главным образом нужно будет в новой политической ситуации, в которой будет наверняка сложная. Сейчас ситуация простая, потому что она выстроена вертикально, а в более свободной ситуации неизбежно будет очень много споров. Украина нам это показывает. Много споров, много сторон, трудно договориться, так что я пока не знаю, что будет. общественная договор с населением, который обещал рост благосостояния, так далее, он уже неактуален. Сегодня общественный договор, в котором большую роль играет то, что российское правительство призывает к национальной гордости, к вхождению в сверхдержавы. Вот Сирии это удалось вроде неплохо, скажу провокационно. Союзнику осаду показали, что Россия на его стороне, Обаму заставили подключиться к диалогу, Россия вернулась как большая или великая держава на Ближний Восток, играет роль в мире и борется с терроризмом. Так представляется. Это российская перспектива, такова российская перспектива, как на нее вы смотрите с германской точки зрения. Что тут так, а что не так. Спасибо за сотрудничество в рамках этого мероприятия с фондом имени Генриха Бюля. Я с интересом слушал своих предшественников и хотел бы остановиться на трех моментах, которые стали выкристаллизовываться после первых пятнадцати минут. Во-первых, в силу политических условий, которые описала госпожа Шульман, отдельному индивидууму в России сложно обсуждать свои точки зрения, результаты своего мышления. люди чувствуют себя одинокими со своим отрицательным опытом. Вообще, это обсуждение основа для того, чтобы объединиться во имя изменений. Говорят, что другие виноваты в том, что происходит. Это на сегодня второй пункт. Многие зависят от государства, рабочие места зависят от государства и зачем рубить сук, на котором сидишь, хотя этот сук начинает прогибаться и сохнуть. Третий момент, который тоже обеспечивает стабилизацию власти, это интерес в сохранении власти тех, кто выигрывает от этих условий, кто располагает средствами властвования, не желает менять ситуацию, это не в его интересах. Ну, вот, что говорил господин Фикс в своем видении, что перемены, что изменения должны происходить изнутри, а оттуда сейчас их ожидать нельзя, говорилось моими предшественниками. А что это значит? Есть тут одно большое но в связи с этим анализом, потому что плохие экономические показатели, которые вы привели, они не позволяют надеяться на улучшение, потому что российская модель экономики не является устойчивой. Это не конъюнктурная, а глубоко структурная проблема для российской экономики. А сейчас возвращаюсь или перехожу к вашему вопросу. Мы знаем по американской информации, которая иногда публикуется, во сколько обходится один день воздушной войны. Для Путина это не дешевле. И вопрос, насколько Россия будет в состоянии сделать то, что американцы полагали своей целью вести два оригинальных конфликта одновременно. Многие говорят, что Россия не в состоянии сделать этого. Может быть, это связано сейчас только с тем, что в Украине сейчас поспокойнее, или что в Украине спокойнее сейчас только потому, что Россия задействована в Сирии. Мне думается, если экономические показатели и дальше будут ухудшаться, может получиться, что должны пойти какие-то изменения, но мне думается, что они пойдут скорее сверху вниз, а не снизу вверх. В силу тех вещей, которые вы блестяще изложили, и вот я на самом деле не вижу, как в свете всех этих условий можно было бы еще включить другие факты в этот перенечень, как тут можно что-то менять снизу. И тут, может быть, надо будет подумать, где могла бы действительно пойти модернизация России, в каких точках. Есть, конечно, конкретные моменты, которые надо менять, а если они не будут меняться, то Россия, может быть, никогда не встанет по-настоящему на ноги. Для меня альфа и омега это правовая надежность и доверие в то, что если человек работает, он будет пожинать труды своих плодов. И вот эта правовая надежность ее результатом или условием одновременно является независимая юстиция, пока этого нету, тогда люди будут пытаться как можно быстрее вывозить деньги из России, а не инвестировать их в Россию, пока не изменится этот момент. Мы можем говорить сколько угодно, чем угодно, российская экономика не поднимется и будет жить за счет продажи последней нефти, последнего газа. Этот момент наступит быстрее, чем мы думаем, если не будут только какие-нибудь соглашения с американцами, если санкции не будут отменены, тогда Россия не получит технологии, которые потребуются для того, чтобы пробраться глубоко лежащим в Сибири месторождением. В России налицо опасения, что если российской системе будет хуже и хуже, особенно в экономическом плане, что это не обязательно вызовет готовность модернизироваться, а нет ужесточения позиций самоизоляции. Вот этот высокий рейтинг президента 90% российского руководства стало заложником этого показателя, сохранить можно только через эскаляцию в других сферах. Каким образом мы можем влиять на это? Господин Фос Винкель, когда господин Фюкс, парафразируя канцлера, говорил о том, что альтернативы существуют всегда, я с ним согласился, но альтернативы не только в положительную сторону, потому что хуже может быть всегда, а сейчас я скорее склонен к опасению, исходя из объективных данных, что будет хуже, что это во всяком случае для меня более логично, чем противоположность. И так как Путин за первые 10 лет получил поддержку путем распределения материальных благ в силу роста цен на сырье, это сейчас меньше, возможно, потому что цены падают на сырье, а государственный аппарат раздулся, ему требуется денег гораздо больше, чтобы каким-то образом держать или даже увеличивать благосостояние, ну а можно сказать, что он возьмется за нематериальные блага, идеологическое упорство внешнее, враг, и потом в конечном счете сформирует условия, чтобы собрать вокруг себя всех людей, типа того, вот сейчас в это сложное время мы должны объединиться, стоять как один, а потом все решим. Что касается нового бюджета на 16-й год, это высшая школа экономики проанализировала и пришла к выводу, что из 100 рублей, которые расходуются 19, идут на оборону и безопасность, 3 рубля на здравоохранение и 3 рубля 60 на образование, мы видим, на чем сосредотачивается в данный момент российское правительство. Возвращаюсь к России, к участию, к Сирии, к участию России. Почему российское правительство пошло на это, чего оно хочет достигнуть и чего оно добьется на самом деле. скорее всего мы имеем здесь ситуацию, когда российское правительство воспользовалось ситуацией, в которой оно не могло ни реагировать, ни действовать, но совершенно сознательно разыграло эту ситуацию, в том числе для достижения других более широких целей, более широкого внешнеполитического позиционирования. Понятно, что российское вмешательство в сирийский конфликт, оно как бы было спровоцировано резким ухудшением положения президента Асада и его армии. На ключевых фронтах, прежде всего, в провинции Длиб, появлением реальной угрозы прорыва оппозиции не ИГИЛ-опозиции, исламистской оппозиции, но в том числе с участием Ан-Нусры, это группировка Аль-Каиды, прорыва в Латакию и непосредственно в Дамаск. И в этой ситуации, когда стало ясно, что даже те подкрепления, которые в Сирию направляет Иран, иранские союзники в виде своих частей стражи исламской революции и отрядов Хизбалуи, они оказались недостаточными и не могли сдержать наступление. То есть надо было что-то делать. В общем, было принято решение, что да, надо вмешиваться, предоставить собственно Асаду и иранским союзникам более эффективную воздушную поддержку с помощью более эффективной техники. Но одновременно родилась идея, почему бы, собственно, раз уж мы все равно вынуждены это делать, и понятно, что это может встретить неодобрение, почему бы это не разыграть, и не выйти с более широким предложением и не попытаться переформатировать наши отношения с Западом, которые, в общем, из-за украинского кризиса зашли в достаточно такой плотный, жесткий, непроходимый тупик. с тем, чтобы выйти из изоляции и навязать собственную повестку дня внешнеполитическую и побудить Запад, собственно, скажем так, к более сдержанной, более умеренной критике в адрес России и, может быть, даже к ослаблению тех, наложенных за украинские события, санкционных ограничений. И в целом эта ставка, в общем, заработала, потому что с Россией начали разговаривать. Прекрасно помним замечательный эпизод августа, начала сентября, когда, так сказать, министр иностранных дел Лавров всячески просил и говорил, что мы в любой момент готовы встретиться с Бараком Обамой и с Белого дома доносились. Да нет, что мы не планируем. Но как только появились истребители на авиабазе, в Лавраке, разговор изменился. И стало ясно, что не разговаривать в этой ситуации нельзя. Да, это вот в каком-то виде геополитический шантаж, но он был достаточно сдержан и он сработал. То есть вот эта вот цель прорыва, выхода из изоляции, не полностью, но она была достигнута. тут мы сталкиваемся еще с таким парадоксом. Вот такая активная и жесткая и резкая внешняя политика, она и это впервые, это новое явление в нашей истории, когда внешняя политика как бы начинает отвязываться очень сильно от экономики. То есть экономические соображения, соображения экономической безопасности начинают играть второстепенную роль. На передний план выходят геополитические амбиции и как эти геополитические амбиции выгодно разыграть в политическом дискуссии внутри страны. И здесь мы пока не знаем где баланс плюсов и минусов для российского руководства с точки зрения экономических издержек такой активной и я бы сказал односторонний юнилатерализм такой внешнеполитический потому что с одной стороны в связи с Украиной и Крымом это привело к очень осязаемым экономическим издержкам в виде санкций ограничений под доступ к капиталу. Хотя падение цены на нефть нанесло гораздо больше ущерба. А вот в случае Сирии экономического ущерба пока такого существенного нет. Если мы сейчас не будем обсуждать последние события связанные с катастрофой авиалайнеры скорее всего это был теракт и связанными с этим ударом по туриндустрии с большими в общем-то бездержками. Чисто военная операция она недорого обходится. это расходы которые наверное исчисляются примерно в 500 может быть 700-800 миллионов долларов в год. Это совершенно посильные средства. Может ли Россия себе позволить военные операции на двух фронтах но издержки связанные с военными действиями на востоке Украины они вообще измеряются совершенно по другой части и другими порядками и во многом это не бюджетные деньги. Тем больше что сейчас там нет активных боевых действий. А сирийская операция если мы не будем видеть таких ответных действий имеется ввиду террористических актов то она пока в общем достаточно минимальна по экономическим последствиям а наоборот российский активизм в Сирии он создает условия для того чтобы может быть где-то как-то удастся смягчить санкции Запада и как мы видим сейчас речь идет только о полугодовом продлении санкций Европейским Союзом а не продлении на год так что мы в таком интересном положении я бы сейчас не стал говорить что такая активистская внешняя политика наносит российскому руководству какой-либо существенный материальный или политический урон скорее наоборот а насколько все-таки существует опасность что Сирия и Иран это может быть долгая очень операция что не будет такой быстрой победоносной операции а долгосрочная операция где и для России будет очень много расходов полный это основной риск просчитать его окончательно мы не можем это зависит от положения дел на фронтах от боеспособности сирийской армии и опять-таки от того насколько продуктивными будут переговоры по политическому процессу потому что если они мы видим что в эти выходные пройдет очередная встреча контактной группы если переговорный процесс будет давать результат то есть как бы шанс достаточно быстро остановить непосредственно бойню если все договаривающиеся стороны будут исходить из каких-то общих целей и общих интересов если переговорный процесс затянется и не даст быстрых результатов есть вот этот риск войны на уничтожение на истощение пока невозможно сказать сколько это продлится конечно российское руководство не хочет и не планирует длительной операции пока все публичные оценки сводятся к 3-4 месяцам но это сильно зависит от того как войска Асада будут продвигаться в своей операции госпожа Шульман опросы мнения это конечно всегда такое дело но если сейчас в России читать опросы мнения то существует опасность страх перед войной но с другой стороны активное участие в Сирии не вызывает этот страх как это можно объяснить с одной стороны все говорят не хотим войны а с другой стороны здесь хотя бы пассивно наблюдает за воздушной войной в Сирии или даже дает свое согласие очень хороший вопрос и на него существует ответ то есть я думаю что он существует состоит он в следующем не я сказала к сожалению я бы хотела это сказать потому что мне кажется это очень правильная фраза что старые диктатуры диктатуры прошлого состояли на 80% из насилия и на 20% из пропаганды а современные автократии полудиктатуры состоят на 20% из насилия и на 80% из пропаганды когда мы с вами смотрим и опрос общественного мнения и высказывания всякого рода общественного мнения в России нам надо помнить такую вещь в течение последних лет происходила довольно серьезная пропагандистская обработка российских граждан посредством государственной пропаганды но в этом опять же нет ничего нового новость состоит в том что эта пропаганда носит такой я бы сказала несколько постмодернистский характер и она во многом воспринимается людьми как опять же это трудно понять потому что кажется что она воспринимается как раз чрезвычайно всерьез кажется что телевидение полностью формирует общественное мнение в России при этом люди которые это смотрят смотрят это немножко как сериал вот эти вот цифры рейтингов чрезвычайно высокие это фактически цифры рейтингов телепередач людям нравится то что они видят точнее говоря их увлекает смотреть то что им показывают соответственно они хотят дальше смотреть что-то вот такое увлекательное в этом есть довольно значительный элемент безнравственности потому что в этом люди проявляют себя безответственно потому что за этими новостями за этой телекартинкой стоит реальная жизнь и смерть людей но при этом от того что это безнравственно это не становится менее фактом есть такой парадокс восприятия в России нашей внешнеполитической активности действительно людям очень нравится когда мы где-то там участвуем с большими державами первого мира наравне решаем какие-то большие мировые вопросы вообще всем показываем вот что-то такое свою мощь и силу это с одной стороны с другой стороны существует довольно глубокая травма которую можно назвать афганской но в более широком смысле она наследует еще памяти второй мировой войны эта травма болезненно реагирует на реальные людские потери я думаю что довольно значительным фактором нашего непродвижения в украинском направлении было именно то что когда оттуда пошли гробы люди среагировали на это довольно плохо этим же объясняются такие странные казалось бы результаты опросов которые были весь 2014 год в которых люди поддерживали нашу помощь восточной Украине помощь там повстанцам кем там они есть самопровозглашенным республикам но совершенно ничтожное количество людей очень низкий процент был за наше военное вмешательство то есть общественное мнение абсурдным образом требует чтобы мы одновременно были активны то есть где-то воевали но при этом не несли потерь понятно что это нереалистичное инфантильное требование но оно от этого не становится менее настоятельным в связи с сирийской операцией в российском медиапространстве очень активно говорится от имени государства и от имени государственных СМИ что это только военно-воздушная операция что мы не воюем на земле что мы не собираемся воевать на земле что операция будет короткой как сказал коллега Фролов 3-4 месяца для чего это говорится для того чтобы снять вот этот страх перед возвращающимися домой трупами почему до такой степени скрываются наши потери в том числе на Украине такими чрезмерными как кажется со стороны усилиями именно потому что есть этот страх есть этот травматический опыт и власти на самом деле боятся его разбудить в полной мере если в Сирии будут у нас какие-то потери вот такие непосредственно военные это тоже будет скрываться эта информация будет всячески искажаться именно поэтому террористическая версия катастрофы с лайнером не принимается опять же официальными СМИ хотя казалось бы она в достаточной степени выгодна нам внешнеполитически поскольку показывает что у нас с Западом есть общий враг то есть это некоторый шанс повторить наш успех 2001 года когда вот после 11 сентября удалось как-то резко улучшить отношения с Соединенными Штатами сказавши что вот мы воюем на общем фронте интересно то что ровно такие усилия делаются на внешнеполитическом направлении но внутри страны говорится что одновременно говорится что нет это не теракт скорее всего а если это теракт то может его устроили британские спецслужбы а может его устроили американские спецслужбы на самом-то деле зачем говорятся такие бредовые вещи ну во-первых потому что телекартинка должна быть интересной сериал Игра престолов должен продолжаться и должен быть все более красочным а зритель любит конспирологию зритель любит какие-то неочевидные и бредовые версии они увлекательнее чем грустная правда это во-первых во-вторых потому что нельзя признать что вот мы полезли воевать куда-то а теперь наши люди из-за этого погибли мы должны лезть воевать куда-то обязательно потому что это нравится аудитории но одновременно вот мы не должны платить за это как это устроить как разрешить это казалось бы неразрешимое противоречие оно разрешается опять же новым информационным обществом новым пространством пропаганды в котором во многом все эти войны происходят и каждая сторона в состоянии победить выиграть в любой войне в своем собственном телевизоре вот повторюсь 80% пропаганды 20% насилия что касается мнимого теракта и крушения самолета над полуостром Синаи какая здесь была реакция в России с одной стороны многие наверное сказали что вот пожалуйста это будет удар по Путину либо для Путина потому что погибают российские люди из-за его участия в Сирии а с другой стороны очевидно люди так даже не думают и даже если официально сейчас стали говорить о возможном теракте все равно люди не стали критиковать политику в Сирии это так или как вы это воспринимаете вы знаете с тех пор как анархисты и нигилисты которые убивали в результате своих терактов коронованных особ министров и городовых ушли как-то с политической сцены и появились террористы те которые знакомы нам те которые убивают простых людей редко какой теракт не укреплял центральную власть вообще-то говоря почти всегда в результате каких-то крупных терактов государство его силовые структуры получают новые полномочия новое финансирование новые политические возможности а что касается общественного мнения то по крайней мере в первый момент естественная реакция это то что называется rallying around the flag сплотиться вокруг знамени сплотиться вокруг той центральной власти которую повторюсь рассматривается как единственная защита от той опасности которую люди видят это один момент второй момент казалось бы противоречащий ему это тот о котором я тоже говорила люди не любят человеческие потери они не связывают это как бы сказать они не начинают из-за этого хуже относиться к президенту если вы об этом говорите если этот вопрос вас занимает рейтинг его не снижается от этого нет но это не обозначает что это недовольство не влияет на политику влияет и опять же я вот попыталась рассказать как это случилось в украинском случае по моему мнению в России нет той прямой связи между обществом и властью которая есть в демократических государствах но из этого не следует что власть не прислушивается не пытается прислушиваться к тому что хочет общество связь между ними существует но она кривая странная и искаженная во многом потому что те механизмы те каналы обратной связи которые естественным образом должны выполнять эту функцию выборы СМИ социология социология в последнюю очередь выборы в первую очередь деятельность гражданских организаций деятельность третьего сектора так называемого они в России уничтожены искажены или ограничены но власть пытается прислушиваться пытается понять что людям нужно она довольно чутко к этому прислушивается другой вопрос что она слышит во многом искаженный сигнал но она и посылает сигнал который часто бывает искаженным потому что представление этих двух систем друг о друге власти и общества они странные скажем так но это не значит что они друг друга игнорируют они друг друга совсем не игнорируют они очень внимательно друг на друга смотрят общество считает что все что делает власть это делается с целью послать какой-то сигнал вот нам да мы так склонны думать что вот они нам хотели сказать при этом мы забываем что правящая бюрократия в общем общается в значительной степени сама с собой но и с другой стороны верно то же самое власть пытается слушать повторюсь что происходит в обществе не имеет для этого толком инструментов потому что она сама их порушила пользуется какими-то своими там странными опросами тайными секретными из которых пытается извлечь то что происходит частично верит своей собственной пропаганде частично верит своим собственным опросам при этом зная что это она отформатировала эти социологические службы чтобы они давали определенный результат но все равно их слушает опять же тут тут все непросто как пишут в фейсбучных статусах it's complicated это действительно так и к сожалению это надо понимать любое упрощение любые простые утверждения о том что происходит в России будут off the mark будут уведут нас не туда поэтому я вот вынуждена говорить такие вещи которые кажутся внутренне противоречивыми но действительно если мы утверждаем о политической системе подобной российской что-то одно мы вынуждены в тот же самый момент утверждать противоположное и эти казалось бы противоположные процессы будут происходить одновременно в одном пространстве всех я запутала окончательно можно просто добавлю на самом деле по сирийскому сюжету общественное мнение достаточно все-таки с определенной осторожностью относится вот если посмотреть на последние данные Левады то жестко 22% против военного вмешательства в Сирии 66% против наземной операции против развертывания наземной группировки а 17% вообще не понимают что мы там делаем а 39% боятся жертв среди российских военнослужащих и вот это вот состояние такой вот настороженности все равно оно присутствует несмотря на поддержку поддержка существенно она выросла там до 53% за один месяц тем не менее оно существует и пока общество слишком мало знает о сирийском сюжете чтобы принимать какие-то взвешенные решения и конечно власть не пойдет на наземную операцию на посылку массир большого количества сухопунктных войск во-первых это очень это невозможно логистически российская армия не сможет развернуть такую группировку во-вторых для этого потребуется определенный призыв резервистов а это уже дисрапшинс в жизни людей далеко так сказать не юношеского возраста и вот это будет очень неприятным неприятным моментом но это с моей точки зрения это маловероятно власть на это никогда не пойдет я может быть еще пару слов скажу в добавлении к тому что сказал Владимир Фролов по-моему это подтверждает то что и я говорила по поводу вот этой вот действительно эти результаты опросов подтверждают эту идею что мы хотим да мы хотим где-то успешно и красиво воевать но мы не хотим ничего платить мы не хотим никаких жертв никаких потерь мы их боимся и надеемся что их не будет вот эта вот афганская травма которую я упоминала она собственно в чем она заключается для общества и в чем она заключается для власти немножко в разном для общества она заключается в тяжелых воспоминаниях о действительно больших людских потерях о том что призывали на военную службу молодых людей и вот потом они не возвращались возвращались уже в виде того что у нас называется груз 200 А для власти существует своя легенда об афганской компании. Считается, что это ловушка, в которую Советский Союз был заманен коварными американцами. И там они великую страну и погубили. Заманили в этот конфликт. Мы там завязли, тратили много денег, когда экономическая ситуация была плохая. И вот теряли людей, и власть теряла поддержку. Соответственно, это вот американцы все придумали, понятное дело, кто еще может придумать такую хитрую штуку. И вот Советский Союз развалился. Сейчас мы стали умные, хитрые и наученные опытом, мы так уже не попадемся, говорит власть сама себе. То есть вот эти два сообщения находятся в коллективном сознательном и коллективном бессознательном. С одной стороны граждан, с другой стороны правящей бюрократии, правящей номенклатуры. Да, и кстати, поэтому очень опасно признавать теракт. Потому что если официально сказать в России, что это теракт, самолет, то люди начнут говорить, что надо, ну, будет еще больше, как бы спрос на действия какие-то активные, он повысится. И явно власти не хотят этого. Сейчас как раз вот, видимо, как-то решается, какой придумать нарратив с этой историей. По-моему, нет еще решения. То есть если это действительно теракт и в отместку за действия России в Сирии, то, конечно, власть должна реагировать, потому что ни одно уважающее себя государство не может оставить без ответа гибель такого количества граждан. Но конкретные формы этого реагирования, они чреваты, в общем-то, для власти еще большими проблемами, чем просто замыливание вот этой вот неприятной ситуации с терактом. Правда, есть один конституансы, это вот сугубо военные, которые, ну, как бы, очень сильно расцвели на этой сирийской кампании. Для них это, в общем, дело большое, большое дело чести. Они выглядят очень, так сказать, хорошо и убедительно, облицательно рапортует об успехах. И вот буквально недавно главнокомандующий ВКС и другие профессиональные военные говорят, что, ну, в общем, можно, наверное, говорить о том, что в России есть такой некий экспортный продукт, услуги по подавлению международного терроризма, малой кровью, высокой эффективностью. То есть вот американцев не получается ни в Ираке, ни в Афганистане, ни в Сирии, а у нас получится, сможем другим государствам региона это экспортировать. Так что тут есть вот разные точки зрения. Господин Полинс, вы можете сейчас про Сирию что-то сказать, но я хотела бы задать следующий вопрос. Давайте немножко упростим всё это, подытожим всё это. Россия сейчас действует из-за внутренней слабости, делает ставку на непредсказуемость. Как во внешней политике здесь можно отреагировать с точки зрения Германии или Европы? Но непредсказуемость собственной внешней политики – это очень опасно. Мы ведь живём в рамках международных отношений благодаря тому, что мы имеем надёжные ожидания, что мы говорим здесь о доверии, и сюрпризы во внешней политике – это нехорошо. Так что, может быть, здесь надо напоминать господину Путину, что это нехорошо. Что касается участия в Сирии, то мне кажется, что крайне опасно для России, потому что здесь просто не продумано это до конца. На какой стране Россия вмешивалась? На стране осада, который из-за поступков против собственного населения был изолирован уже внутри Аравской лиги. Ну, про неё, наверное, можно сказать многое. Она недееспособна, и мы не хотим сейчас заниматься дискуссией о Ближнем Востоке. Но в арабском мире, в общем-то, уже поняли и услышали, что осад бросал бомбы на детей, женщин на жилые квартиры и кварталы. И вот на стране осада Россия вмешивается в конфликт. Потом Россия вмешивается в конфликт на стране Ирана. Иран — это союзник осада. И вот, наверное, самый поздний в этот момент. Я удивлён, почему в России стратегически мыслящие люди не предупредили. На сирийской территории, в общем-то, проходит война по заместительству между Саудовской Аравией и Ираном. Как читские и суннитские силы. При мусульманах сунниты всё-таки образуют большинство в этом мире. И они преобладают и в России. Это преобладающая конфессия. И эффект возможного воздействия. Между прочим, я этот конфликт не рассматриваю как чисто религиозным. Но оба державы его как раз рисуют в религиозном свете. Дается, чтобы немножко дать идеологический драйв. И что всё это окажется без воздействия на мусульманское население в России, я просто не верю. Тем более, если смотреть в направление Кавказа, тем более, если подумать, что ИГИЛ уже имеет тысячи бойцев, боевиков из Чечни. Во всяком случае, это можно официально читать. Вот всё это, конечно, составляет полную картину для анализов российской стороны. По-моему, есть одна возможность, как Россия может уйти из этой проблемы. И для нас это будет надежда, если это так будет. А именно, что Россия поймёт, что стабильный мир в Сирии, в том числе, отражает российские интересы. И уменьшение, либо, как сказать, ослабление напряжённости между Ираном и Саудовской Аравией, тоже отражает российские интересы. И в этом направлении надо что-то делать сообща. Так что здесь речь даже не идёт о том, чтобы где-то завоёвывать какие-то преимущества. Конфликт сам по себе очень опасен для России, поэтому должен существовать массивный интерес в мире. А потом уже можно, конечно, сказать, что есть возможности побороть терроризм, побороть ИГИЛ и так далее. Но это, к сожалению, трудно сделать пока осад во власти. Вот ещё один момент, потому что я сегодня из Москвы прилетел. Российское население, это тоже, думаю, таким образом, мои дети ходят в русский детский садик, в школу. И мы получили мейл других родителей, которые говорят, что якобы услышали или получили информацию из МИДовских структур, что в Москву же готовятся 18 шахидов. Но это, конечно, тревожит людей, и особенно это усиливает позиции органов безопасности. Может быть, они и все такие слухи, но вы хотели отреагировать. До меня тоже дошла эта информация. В ближайшие выходные ожидаются теракты в торговых центрах в Москве. Милиция переведена на усиленные условия несения службы. Мне кажется довольно подозрительным само распространение вот такого рода сведений именно через каналы, которые не могут иметь доступа к внятной оперативной информации. Я, например, услышала это от одной из своих знакомых, которая не связана ни со спецслужбами, ни вообще с государственным аппаратом. То есть вот то, что называется простые люди, вдруг передают друг другу такие сведения. Кто их распространяет? Это ведь не утечка из, не знаю, оперативного штаба по борьбе с терроризмом. Это больше похоже на попытку навести ужас на жителей Москвы с тем, чтобы они, не знаю, дома сидели, тише себя вели и как-то вообще вот тревожнее себя чувствовали, поскольку человек в состоянии тревожности, он легче управляем. Ну и действительно, любая не только теракт, но и угроза теракта – это подарок для спецслужб и для правоохранительных органов. Тут даже говорить нечего. Это самоочевидно. По поводу прозвучавшего тезиса о том, что Россия не мыслит стратегически и не понимает, до какой степени конфликт в Сирии ей не выгоден. Я бы хотела сказать следующее. Стратегически это, может, политический режим наш не мыслит, но тактически он мыслит довольно неплохо. Интересам России на коротком историческом отрезке лучше всего отвечал бы рост цен на нефть. Любая напряженность, любой конфликт между нефтедобывающими странами приводит к росту цен на нефть. Война между Ираном и Саудовской Аравией, если она случится, приведет к росту цен на нефть. Если мы посмотрим на упоминавшийся здесь проект бюджета на 2016 год и постараемся понять, какая мысль стоит за теми, кто его писал, это открытый документ, его можно анализировать, не надо пробираться, никуда не надо ничего подслушивать. Просто посмотреть на проект бюджета. Какая мысль в нем транслируется? В нем имеется увеличение расходов на правоохранительную деятельность, ценная безопасность на армию, в значительной степени на армию, сокращение социальных расходов на образование и медицину, а все остальное осталось более-менее как есть. Если пытаются считывать тот месседж, который нам посылают бюджетные документы, то они состоят в следующем. Мы хотим затаиться, немножко сэкономить и ждать, когда все вернется к прежней ситуации. И одновременно мы будем кормить нашу армию и наши спецслужбы, поскольку это основа нашей власти, это базис режима. Это, в общем, довольно понятная мысль, и в ней была бы даже своя рациональность, поскольку она питается опытом предыдущего экономического кризиса 2008-2009 годов, который закончился чудесным ростом цен на нефть, продлившим счастье нашей политической системы еще вплоть до 2014 года. Из официальных высказываний, официальных лиц, можно понять, что такая легенда у них между собой там существует. Они друг другу это говорят, что два года надо подождать, а потом опять будет, как сказал Леонид Федун, руководитель Лукоила, опять будет нефть 100 долларов за баррель, а может даже и 120. И Сечин Игорь Иванович говорил, что такое похожее, руководитель Роснефти. То есть понятно, что они там в своей среде, такого рода надежды питают и друг другу это все рассказывают. Что такое через два года случится, почему нефть вдруг подорожает? Может быть, например, действительно какая-то война большая будет продолжаться или еще усиливаться на Ближнем Востоке. Отражает ли это, соответствует ли это интересам России? С той точки зрения, что это может привести к терактам, казалось бы, нет. А, опять же, цинично говоря, а что нам теракты? Теракты у нас только рейтинг верховной власти повышают. А вот если нефть подорожает, вот это вот будет счастье. Ради этого можно пойти на многое. Короткая реплика просто по поводу непредсказуемости российской внешней политики. И тезис о том, что Москва должна понимать, что это плохо. Я вот так вот не вижу, что Москва понимает, что это плохо. Мне кажется, что она видит непредсказуемость как свою силу. Потому что что такое непредсказуемость? Она позволяет максимизировать эффект стратегической неожиданности. И если у партнера нет четкого понимания целей и средств, которые Россия задействует для достижения своих целей, то партнер или противник будет с большей осторожностью относиться к тому, что Москва говорит, и даже будет больше предрасположен каким-то уступкам. То есть в этом смысле предыдущий период российской внешней политики до 2014 года, когда все было предсказуемо, когда мы стремились к интеграции и к сотрудничеству с Западом, в Москве рассматривается как, наверное, то, что не позволило добиться цели. А вот после 2014 года, когда отвязались, получается, что даже это сильно. И в этом смысле непредсказуемость – это asset, not a liability. Да, я соглашусь с этим. Непредсказуемость – это действительно оружие слабых. Когда у тебя не так много ресурсов, то, по крайней мере, нужно хотя бы шума производить больше, чем ты можешь каких-то реальных действий сделать, и представлять собой угрозу хотя бы действительно своей кажущейся рациональностью и непредсказуемостью, если ты не можешь представлять угрозу какими-то своими реальными возможностями. Так что, да, это asset. Я согласна. Вот мы говорили много сейчас о Сирии, мало об Украине, господин Фролов. Каковы цели России в Украине? Сейчас есть либеральные голоса в Москве, что Путин, в принципе, вернул восточную Украину. Но Украина, что Украина – это уже, так сказать, не первостепенная или первоочередная территория, где он действует в геополитическом плане. А если это так, то что так, да? То там в плане автономии и так далее. А расколы есть ли безвоенных каких-нибудь действий? Каковы цели сейчас России в Украине? Там сейчас всё спокойно, что в Украине. Ну, наверное, максимальная цель – это интегрировать вот эти вот республики в состав Украины на условиях максимальной автономии, особого статуса и де-факто федерализации. При этом никто больше не собирается воевать, потому что дальнейшее расширение территории этих непризнанных республик мало что по себе даёт. Расширять эти территории нужно ценой невероятных усилий и жертв, и, возможно, даже задействование российской регулярной армии, потому что товарищи вряд ли способны на какое-то крупное наступление. И это не имеет никакого смысла. Но интеграция на российских условиях, она имеет смысл, и это и есть цель. Пойдёт ли на это Киев? Скорее всего, не пойдёт. Но это не значит, что для того, чтобы Киев пошёл, опять разгорится, развернётся наступление и будет взят Мариуполь, не будет взят Мариуполь. Вот, наверное, так. Москова устраивает то, что сейчас время ответственности и мяч на поле Киева. Он должен как бы предпринять некоторые действия, и вроде как Германия, Франция и даже США всячески его к этому подталкивают к большому удовольствию Москвы. Москве остается только ждать. Иногда складывается впечатление, что Запад рад тому, что Украина отошла на задний план. Вот эти тенденции, вот и Сирия заменила Украину как горячую точку. Как сейчас в Германии, в Западной Европе смотрят на Украину и дальнейшие политические возможности по интеграции и стабилизации Украины с западной точки зрения. Вот были высказывания, которые меня тоже как-то смутили в том плане, вот Россия нужна в связи с сирийским кризисом, в смысле, который я вкратце обрисовал, чтобы обеспечить мирное разрешение конфликта, тоже, конечно, с обязательным участием Ирана, и в какой-нибудь форме, и с участием сегодняшнего, или нынешнего там режима. Вот если бы Россия себя повела таким образом, тогда в другом месте России надо пойти навстречу. Ряд политиков в Германии тоже стал говорить по-другому о санкциях. Я читаю, что Европейский Союз предполагает продлить санкции, ну не на год, а хотя бы на полгода. И это тоже, наверное, оказалось сюрпризом для Кремля, который сделал ставку на снятие санкций. Хотя, вот я удивляюсь здесь в этом кругу, что вопрос насчет санкций, что этот вопрос играет в тактическом и стратегическом мышлении России большую роль, чем нам рассказывали в прошлом, типа, что эти санкции нас вообще не затрагивают, это вы сами себе делаете плохо. Оказывается, это не так. Для наших соображений это тоже должно сыграть роль. Я, конечно, понимаю, что сюрпризами можно добиваться преимуществ. Но международные связи, которые организуются на этой основе, они дают только субоптимальные результаты. Во всяком случае, вот что касается Хельсинского процесса, Парижской хартии, мы постарались сформировать порядок после 1990 года, тоже с участием России, который преследовал другие цели. И те, кто вписались в этот порядок, им эта ситуация, вин-вин пошла на пользу. Это неполный российский анализ, как говорится, что тут не было консенсуса, потому что не получилось ничего хорошего из-за консенсуса с Западом. Дело-то в том, что модернизация не пошла в этом дело, в отличие от других государств. Вот в чём суть, о чём надо говорить, что Россия не взялась за модернизацию, но об этом Россия говорить не хочет. Причина вмешательства в Украине. Это была озабоченность возникновением такой модели перед своей дверью, когда граждане спросят, украинцев получилось, а у нас не получается. Это мне понятно, но вот только реакция, которая вызовет российское поведение в среднедолгосрочном плане, это тоже всё понятно. Мы вернёмся на этапы, которым дадут новое название, потому что название «холодной войны» больше не подходит. Но у нас будет довольно-таки конфронтативная ситуация с Россией, которая экономически слаба, гораздо слабее Советского Союза, но которая не будет приобретать друзей, а будут действовать по принципу. Нас и так никто не любит. Хорошо, что нас хоть все боятся. Это как бы девиз российской внешней политики. Будет ли от этого толк для России? Вот в чём, собственно, вопрос. Потому что с Запада, там европейцы. Мы найдём ответ на этот вопрос. И учение на ВРЭ, манёвр или учение НАТО в Балтийском море и так далее. Вообще весь этот встревоженный регион. Хотим ли мы к этому возвращаться? Ой, не знаю. Но это зависит от политики, от тревог, которые обусловлены определёнными высказываниями России. Я был очень удивлён, что разыгрывание Путина об атомном оружии, что наше мирное движение. И движение за мир отнеслось к этому очень спокойно. Но, может быть, он ещё раз, три раза ещё расскажет, и у нас тут проснутся. Итого мы видим Россию, где экономический кризис. Российское правительство избегало этого слова. Сейчас оно опять вошло в обиход. Россия мощно работает по внешнеполитической линии. Причём рискованно господин Трудолюбов. Но что это означает для внутренней политики России? Как Россия меняется внутри, особенно в политическом плане? Коротко, чтобы мы уже завершили и перешли к разговору. Смотрите, мне кажется, что общество российское, оно прошло через какие-то несколько стадий развития. Мне кажется, в основе лежит запрос на достоинство, на желание доказать свою силу, возможности, способности. Как и всё, как любой человек в любой стране хочет чувствовать себя хорошо, чувствовать себя уверенно, жить лучше, развиваться и так далее. В какой-то момент этот запрос реализовывался за счёт потребления. Россия долгое время существовала в такой ситуации, и общество российское, люди. Как бы у них был большой нереализованный потенциал. Не было у них хорошей машины, не было у них хорошей квартиры, каких-то массы таких вещей, которые на Западе у всех давно-давно уже есть, много поколений. Это было довольно быстро насыщенно. Потом был момент краткий, когда вот этот запрос на достоинство попытались реализовать через улучшение качества управления, качества институтов, governance. В частности, это вылилось в протесте 5 лет назад, 4-5 лет назад. Были и другие способы, но, в общем, для краткости, скажем так. Это быстро было, это окошко быстро было закрыто, потому что понятно, что Кремлю это очень сильно не понравилось, очень сильно. И Кремль в ответ предложил людям новый, ещё один способ удовлетворить свой запрос на достоинство. Это через внешний патриотизм, внешние успехи, участие в войне, ту же картинку по телевизору, которой хорошо всё объяснила Екатерина. Люди смотрят кино и чувствуют себя лучше. Значит, насколько долго это будет продолжаться, я предсказывать не берусь. Но мне почему-то кажется, что это не может быть вечно. И люди должны вернуться в состояние… В общем, всё зависит от наших сограждан, от нас. Просто нам должно надоесть. Такой способ самореализации через гордость по поводу боевых самолётов, он должен людям надоесть в какой-то момент. Ну, пусть, может быть, ещё какие-то события тоже повлияют. И люди захотят знать какую-то правду. Захотят опять вернуться к… Сейчас у людей есть комфорт, моральный комфорт. Но он связан в основном с тем, что они чувствуют, что Россия что-то там доказывает миру. Россию все обидели, унизили. И Россия всем доказывает, что она на самом деле сильная, мощная и релевантная в мире. Значит что-то, много значит. Это немного такой очень упрощённый, примитивный способ реализации. Он себя исчерпает неизбежно. И нужно будет опять вернуться в состояние реализации вот этого запроса на достоинство внутри, через качество управления. Потому что качество управления не повышается за всё это время. Дороги, больницы, школы сильно лучше не становится. Так что будет этот запрос, будет и альтернатива. Это прекрасный мост, чтобы предоставить сейчас слово нашей аудитории. Если у вас вопросы, пожалуйста, поднимите руки и, пожалуйста, пользуйтесь микрофоном. Может быть, начнём в задних рядах. Давайте так будем работать. Соберём три вопроса, и потом ответ будет здесь, с подиума. Добрый день. Меня зовут Егор Альтман. У меня вопрос к госпожи Шульман. Вы хорошо описали, как построена политическая система в России, как работают отдельные институты, которые, в общем-то, по сути, являются не теми, что написано, но всё-таки выполняют как-то свои функции. Потом вы стали говорить, что существует тоже проблема на коммуникации между народом, обществом и правительством, что во время опросов народ, может быть, отвечает не то, что думает, может быть, и страха или из каких-то других соображений. И вы также сказали, что нету, если я правильно понял, такого посредника между обществом и властями, как это в других демократических странах. Вот какие перспективы вы могли бы себе представить для России? Какой институт может здесь развиваться? Кто может быть этим посредником? Потому что я 30 лет живу в Германии, и я здесь тоже не видел чего-то подобного. То есть я просто не знаю, какого рода институт это может быть. Следующий вопрос. Андреас Умбленд. Чтобы было понятно, немножко сложный. Мне бы было интересно восприятие российских участников насчёт того, изменилось ли как-то мнение о Китае в России. У меня такая теория, что вот это затишье в Украине связано тоже с тем, что китайские альянсы и, так сказать, мощь вот этого китайско-российского альянса в Великой Азии, от Петербурга, от Шанхая. Что может быть всё здесь с тем, что произошла переоценка вот этой альтернативы, может быть и возникло новое желание опять сотрудничать всё-таки с Западом. Потому что выяснилось, что всё-таки инвестиции великие только будут из Запада. Большим торговым партнёром только может быть Запад, потому что, ну скажем, Китаю, может быть, просто не потребуется столько энергоносителей, чтобы... ...партнёрство развивать. Или, может быть, никогда не было вот этих иллюзий в Москве, я не знаю. Может, это всё просто картинка для российского обывателя, что якобы есть вот эта опция российско-китайского альянса, или же действительно есть некая динамика рассмотрения Китая как некий альтернативный партнёр. Если возможность поставить вопрос сирийского конфликта перед ООН, чтобы в конце концов добиться мира и в этом регионе, в Сирии. Ведь те беженцы, которые идут, это же поток, бесконечный поток беженцев. И потом я хотела бы знать следующее. Какую роль играет Турция в этом конфликте? Есть очень много курдов, в том числе в Сирии, и Турция их поддерживает? Ещё один вопрос всё-таки. Анки Гизен. Меня интересует следующий аспект. Мы пока здесь о нём не говорили. Это даже два аспекта. Во-первых, проблематика национальности внутри России. Всегда говорят, что сейчас большие деньги идут в Чечню, чтобы Чечня не входила из состава России. А что будет, если экономический кризис усилится? Может, тогда и на Кавказе снова будут определённые беспокойства? Потом мы говорили здесь, что высокая доля сунницкого населения, Татарстан, Башкирия, Россия поддерживает сепаратистские движения в Украине. Может быть, всё-таки будет определённое увеличение тенденции сепаратизма внутри России. Может быть, самый худший вариант будет российский сценарий бывшей Югославии. И потом ещё следующий аспект. Популярность Сталина увеличивается. Насколько это серьёзная тенденция, или что это означает на фоне истории многомиллионных жертв по причине преступлений Сталина и башевистского режима в те годы? Как это может случиться, что Сталин вдруг снова популярная персона? Спасибо. Мы услышали четыре вопроса. Первый вопрос, госпожа Шульман, непосредственно ваш адрес. Да, первый вопрос был ко мне по поводу того, какой институт может быть посредником между властью и обществом. Я говорила, на самом деле, немножко не об этом. Не о том, что необходимы посредники между обществом и властью, а вот их нету. А о том, что каналы обратной связи, которые должны существовать, искажены или уничтожены. Эти каналы очень заурядны и всем известны. Прошу прощения за такие скучные вещи из базовой политологии. В первую очередь, это свободные конкурентные выборы на всех уровнях. Федеральном, региональном и муниципальном. Выборы – это лучший вид соцопроса. Когда люди голосуют буквально ногами, то есть не просто высказывают своё мнение, а что-то делают, приходят, галочку ставят в бюллетене, проявляют свою озабоченность, свои тревожности, своё удовлетворение, что угодно, всё, что они чувствуют. Если выборы являются конкурентными, то они дают нам достаточно объективную картину общественного мнения, причём мнение именно тех людей, чьё мнение имеет значение. Достаточно активных для того, чтобы быть избирателями. Второй по значимости институт – это НКО, некоммерческие общественные организации, общественные организации, собственно, базовые институты гражданского общества. Они взаимодействуют с людьми непосредственно. Их возникновение, активность и популярность указывает на то, где есть в обществе больные места. Там, где возникает и распространяется активность общественных организаций, там, значит, есть какая-то проблема, которую людей волнует, тревожит. И опять же, не просто тревожит с точки зрения «скажи мне, что тебя тревожит». А тревожит настолько, что они готовы идти и что-то делать в связи с этим. И третье – это медиа, конкурентные свободные средства массовой информации, которые, освещая события, высказывая мнение, давая рупор для тех, кто хочет это мнение высказать, опять же, дают нам картину того, что людям интересно, что они действительно хотят слушать, а не то, что они слушают, потому что у них нет выбора. Вот три канала, опять же, всем известные, через которые власть и общество общаются друг с другом, через которые власть может понимать, что общество тревожит, что его волнует, есть ли там какие-то в каком-то месте сепаратистские настроения, экстремистские настроения. Это же все, в общем, полезно знать как можно раньше. Вот посредством действий этих трех институтов, этих трех каналов, мы, в общем, и это узнаем. Соцопросы – это только вообще последний способ и не самый надежный способ узнать, чего людей тревожит. Существующий в России культ рейтинга, культ соцопроса, вот эти вот все фетишистские, бесконечные повторения про 86%, про вот сейчас 90%, эти тревожные замеры популярности президента, который не собирается никуда баллотироваться в ближайшее время, про которого мы не знаем даже, будет он в 2018 году выставлять свою кандидатуру или нет. При этом его рейтинг все время является предметом обсуждения в медиа. Собственно, вот этот вот весь фетишизм именно отражает отсутствие настоящих каналов, настоящих способов узнать, что, в каком состоянии находится общественное мнение в России. Второй вопрос касательно Китая, вектор России и роль Китая для внешнеполитической деятельности. Господин Трудолюбов, кто из вас? Да, я коротко скажу. На самом деле, поскольку вопрос про будущее, тут некая доля года не присутствует, но мне кажется, что с Китаем будет примерно как с Западом, в том смысле, что Китай для России очень значим, Россия для Китая не так значима и настолько. Россия может, если очень напрягаться, обеспечить в районе 1% энергетических потребностей Китая. И это в любом случае еще срок очень большой, пока строятся трубопроводы. То есть это вопрос значительного времени, а сейчас у нас на глазах меняется конъюнктура, и Китай замедляется, и его энергетические потребности тоже меняются из-за этого. Собственно, там развивается альтернативная энергетика. В общем, столько факторов, что учесть это все всерьез вообще сложно, но как бы просто из опыта отношений России вообще со всеми можно сказать, что будет в какой-то момент разочарование, будет понятно, что Китай говорит одно, делает другое и в еще большей степени, чем другие партнеры. В общем, ясно совершенно, что это не волшебное решение, это точно. Там только вопрос степени. До какой-то степени, естественно. Понятно, экономика в этом есть. Но я думаю, что она не ключевая для России. Добавить можно, наверное, то, что действительно мы наблюдаем затишье на Китайском фронте, то есть нет больше таких завышенных ожиданий и бурных восторгов по поводу Китая. В первую очередь, потому что не оправдались ожидания, связанные с тем, что Китай и вообще Азия, рынки Азии смогут заместить западные рынки капитала. В действительности выяснилось, что, во-первых, и не в таком объеме эти ресурсы есть. И эти ресурсы, если они даже есть, а многие китайские и азиатские банки, мягко говоря, боятся нарушать. Точнее, не то, что нарушать, но идти в разрез с политикой западных санкций. И даже если эти ресурсы есть, они не в том объеме и они дорого стоят. Последний пример это вот этот известный проект завода по строительству завода СПГ на Ямале, который делает Новотек. И им там хронически не хватает финансирования, несмотря на то, что государство пошло на все возможные налоговые льготы и без налоговых льгот экономический проект вообще непонятно как просчитан. Так вот, они вели очень долго и упорно переговоры с китайскими банками о каком достаточно серьезном кредите и выяснилось, что цена этого кредита там несколько миллиардов. Цена этого кредита в общем значительно нарушает экономику проекта. И они будут как-то вынуждены были отказаться и будут искать в общем деньги все-таки на европейских рынках и на американских рынках. Непонятно правда как. С точки зрения политики ну наверное есть сейчас вот такое окно возможностей которые в отношении которого в Москве большие ожидания которые пока тоже еще не оправдались но на ожидании есть. Это вот то, что связано с сотрудничеством с Китаем в реализации большого китайского проекта вот этого нового шелкового пути большие ожидания что основная часть все-таки этого проекта пройдет по северному маршруту то бишь через Казахстан дальше в Россию и дальше в Европу через так сказать Петербург ну и на на этом фоне будет бурное инвестирование китайских денег в российскую транспортную инфраструктуру пока непонятно будет или нет но помимо помимо ожидаемых инвестиций в российскую инфраструктуру есть вполне себе серьезная конкуренция в Средней Азии где этот проект будет реализовываться китайцами в первую очередь и там нам удалось как-то подписать какой-то рамочный документ о том что Евразийский Союз и вот этот китайский проект они друг другу не враги но как это будет дальше на практике и как можно будет найти там эти синергии от китайских инвестиций ну время покажет пока я не стал бы заглядывать забегать вперед но есть и политическое дистанцирование Китая от нас на дипломатическом фронте вот последний самый прежде всего в ООН последний самый характерный пример это то что Китай не поддержал российскую компанию не допустить избрания Украины членом Совета безопасности ООН Китайцы проголосовали за и в общем сразу дали понять что они не будут даже воздерживаться так что здесь все очень непросто может быть я добавлю где-то 6 месяцев тому назад в Москве состоялась беседа дискуссия с германским бизнесом они еще были в большом опасении потому что считали что этот вектор на Азию и на Китай может быть угрозой а 6 месяцев тому назад они сидели уже там совершенно спокойно потому что стало понятно в таком случае менеджеры так мне сказали эти немецкие предприниматели поняли что Россия хочет взаимодействовать с германским бизнесом с западным бизнесом может быть политически тут пути еще не совсем открыты но на уровне менеджеров они смотрят в направлении Германии Франции и так далее третий вопрос касался сирийского конфликта возможного разрешения этого конфликта это тоже важный момент для России отношений с Турцией в этой связи с Турцией было определенное приближение в последние годы может быть это связано что государственные руководители этих стран имеют похожий психологический профиль сейчас были определенные снова расхождения в том числе в связи с сирийским конфликтом как Москва рассматривает Турцию и может быть Москва готова в интересах своей активности Сирии пойти на уступки в отношениях с Турцией очень важного нужного партнера прежде всего в экономической области там большие интересы и у Турции и у нас и в энергетике и в строительстве что касается сирийского конфликта то здесь да мы находимся насколько я понимаю пока на противоположных в противоположных лагерях но это еще не значит что разногласия совершенно непреодолимы и вот сейчас как раз в том числе на этой встрече введение в этот уикенд это будет одним из центральных вопросов для обсуждения то есть какую оппозицию считать удобной оппозицией правильной оппозицией какую оппозицию считать террористы и там у Турции есть их ребята которых они поддерживают это суньицкие исламистские группировки в том числе на северо-востоке в провинции Длиб и частично даже на юге ну и конечно турки будут вместе с Саудовской Аравией продавливать то что их те группировки которых они поддерживают не должны считаться террористическими и должны быть включены в механизм переговоров с правительством Асада ну давайте дождемся до чего они там договорятся в Вене в эти выходные скоро все узнаем вы по Сирии и Турции хотите ну так это же было ясно как божий день что сближение между Турцией и Россией за различие по сирийскому вопросу превратилась в конфронтацию Турция преследует что Сирию совершенно другую стратегию чем Россия для Радавана долой Асада это первое что он всегда говорит а Путин говорит наоборот поэтому понятно в чем суть конфликта и как это преодолеть есть ли шанс надо работать тут что-то делать потому что только это поможет обеспечить инклюзивный порядок для Ближнего Востока ну и сирийский конфликт ему присущи три уровня внутренний региональный и региональный уровни либо измерения и если на одном из этих уровней не будет консенсуса отношительно направления движения эти уровни будут друг друга отрицательно усиливать вот мой анализ а что касается объединенных наций вы спрашивали там разные позиции у постоянных членов САБЕЗа и поэтому ООН недееспособны объединенные нации заблокированы внутри внутрисирийский уровень в Вене его вообще не было и вот сейчас субботу Вене не будет то есть тут еще потребуется время следующий вопрос касался мультиэтнической России что значит поддержка сепаратизма в Украине или активность в Сирии что это значит для России в состав которой входят республики скорее мусульманского порядка кто из вас хочет ответить кто возьмет микрофон давайте я попробую частично ответить на этот вопрос там упоминалось то что Россия очень большие деньги направляет в Чечню в качестве бюджетных дотаций и как теперь будет выглядеть наша региональная политика в условиях сокращения наших бюджетных возможностей действительно я могу сказать возвращаясь к федеральному бюджету уже многократно мной упомянутому что за последние 15 лет наблюдая за ежегодно вносимыми проектами федерального бюджета если смотреть на раскладку дотации регионам то конечно можно сделать русским националистам просто в этот момент потому что чудовищная разница существует между тем что получают центрально русские области и теми что получают национальные республики и среди национальных республик существуют республики Северного Кавказа которые получают еще больше других Чечня тут является чемпионом и Дагестан но и все остальные тоже не бедствуют но вот эти две просто особенно хорошо себя чувствуют действительно наш способ замерения на Кавказе состоит большей частью в том чтобы давать все больше и больше денег местным руководителям которые за эти деньги поддерживают нам некоторый мир и стабильность в подведомственных регионах действительно возникает проблема как это все продолжает может продолжать работать когда денег становится все меньше и меньше вообще могу сказать что основной сюжет внутренней российской политики стоит ровно в этом как в условиях сужающейся ресурсной базы поддерживать тот порядок тот образ жизни ту систему власти ту систему отношений к которой все привыкли в конечном счете все что мы видим сводится к этому и вопрос с Северным Кавказом тоже сводится к этому в гораздо большей степени чем к любым религиозным различиям религиозным чувствам может быть я недооцениваю степень религиозности бывших советских людей будь они называют они себя православными или мусульманами но мне почему-то кажется что для в особенности для правящих кругов экономические вопросы являются первостепенными а их религиозные убеждения какими-то скорее вопросом обычаи или бытовых каких-то там порядков праздников чего-то такого чем нежели чем-то за что они готовы убивать и умирать опять же может быть я здесь недооцениваю это дело но мне кажется что это так действительно эти вот региональные царьки эти руководители это касается не только национальных республик но и многих областей таких как например Краснодарский край являются вассалами России поскольку им это выгодно пока действительно пока никого лучшего предложения им не поступило поэтому непосредственной опасности сепаратизма я не вижу и в сценарии вот развала по югославскому сценарию я тоже не очень верю не потому что эти люди какие-то большие патриоты а потому что не очень понятно чего-чего что другое они могут придумать чем нежели продолжать сидеть на этом бюджетном финансировании даже если оно будет как-то поменьше они тоже могут кормить себя надеждой на то что нефть подорожает и дальше опять будет счастье в любом случае им особенно некуда пойти в какое-то другое место которое им предложат больше любая политическая система существует до тех пор пока ее стейкхолдерс ее акционеры считают что им для них сложившееся положение выгоднее чем какое-то другое когда советский союз разваливался все и граждане и номенклатуры считали что от этого развала они больше потеряют больше приобретут чем потеряют некоторые ошиблись в этом расчете некоторые действительно не ошиблись последний вопрос касался культа Сталина значения Сталина который переживает как бы такое небольшое возрождение это на самом деле так и с чем это связано это деликатные вопросики которые мы с вами сегодня обсуждаем да это сложный сложный вопрос так получилось что в России движение к примирению с прошлым которое началось в 80-е годы и шло в общем и целом по германскому образцу в значительной степени с учетом опыта Германии вот это движение общественное оно в 90-е годы прекратилось иссякло и потеряло энергию как бы ну и собственно отношение как бы осуждение Сталина было частью этого движения оно даже раньше началось чем в 80-е годы естественно оно было частью очень небольшой группы 80-е может быть самое начало 90-х это было очень общественно значимое движение которое в то время выглядело как абсолютный мейнстрим но это ушло по множеству разных причин экономических может быть еще каких-то может быть это там та же самая история связанная с тем что там властям удалось вбить людям в головы что признание преступлений государства это навязано что это навязано это в принципе любимый сценарий признавать преступления своего государства в прошлом это тебе навязывают американцы вот и в общем это как-то победило то есть сейчас всерьез говорить о том что как бы на общественном на большом уровне этого дискурса даже не существует с обсуждением серьезным обсуждением преступлений советского государства нет причем на уровне причем хочется важно мне кажется отметить что на экспертном уровне на уровне историков профессиональных в России никогда не было такой качественной исторической науки исследований о советском прошлом их очень много они все это все опубликовано люди работают и сейчас пишут и так далее но существует гигантская пропасть между экспертным знанием знанием доступным небольшой части населения которое это важно и интересно и тем массовым уровнем сознания на котором Сталин такой полузлодей полугерой это совершенно амбивалентная фигура у которой как бы есть никто не отрицает жертв но при этом нету и полного признания что это преступление это какой-то вот такой магический одновременно и злодей и как бы это сказать демиург да потому что это и это пестуется в принципе вне извне как бы официальной пропагандой что да убивать много людей это плохо не надо это делать но делать индустриализацию при этом и строить заводы это очень хорошо вот и как бы люди живут вот в этом вот сознании что да что-то было плохо а что-то было хорошо да и вообще неизвестно что там было потому что всегда существует сто разных версий как бы пестуется в сознании отсутствие одной понятной как бы одной интерпретации истины о том что государство советское государство преступно нет я бы хотела добавить один момент который мне кажется важным действительно обратите внимание на эту фразу об отсутствии одной версии постмодернистская пропаганда не ставит целью навязать вам свою версию истины она ставит целью размыть в вашей голове само понятие истины действительно производится 100 версий 99 из них бредовые вы осознаете вы потребитель осознаете их как бредовые но при этом вам внушается мысль неизвестно что там еще было или как часто мы слышим в россии правды мы никогда не узнаем есть такая обывательская фраза при этом правду все давно знают она существует и она есть ничего двусмысленного в ней нет но вот эта вот туманность в голове она именно является плодом и целью пропаганды еще такой момент по поводу Сталина и отношения к нему тут тоже все непросто приходится понимать такие противоречащие друг другу вещи есть такая непереводимая практически русская фраза которая говорится в упрек кому-то обычно каким-то властьимущим влиятельным людям Сталина на вас нет имеется в виду что вот был бы Сталин он бы вас опять же повторюсь властьимущих каких-то богатых влиятельных людей наказал бы за то как вы себя ведете парадоксальным образом фигура Сталина в общественном сознании воспринимается как карающая но как карающая каких-то вот зарвавшихся чиновников или каких-то там вот ворующих опять же чиновников вот это вот при Сталине порядок был а сейчас его нет этот порядок он воспринимается в первую очередь не как подавление граждан а как вот некая некая строгость и власть над вот этой распоясавшейся номенклатурой как ни парадоксально Сталин это некоторая даже такая протестная фигура то есть это не это мечта строгой власти которая будет строга для всех в том числе и для для самой бюрократии это надо держать в голове вне России Сталин ассоциируется прежде всего с репрессиями внутри страны с двумя вещами победой в войне и вот этим вот амбивалентным но каким-то привлекательным порядком вот этой вот карающей рукой которая приходит когда вот когда мера грехов уже переполнена опять же я не говорю что в этом есть что-то хорошее и правильное это очень нездоровое извращенное восприятие истории но если мы хотим понимать почему люди обращаются к этой фигуре то вот поэтому фонд имени Генриха Бюля уже давно работает в России с мемориалом вы это я думаю знаете петербургское отделение мемориала прошлую пятницу стало ин агентом так еще один тур вопросов мы я думаю не сумеем ответить на все вопросы к сожалению прошу вас юханис адам аэд подиум хотел экономическими вопросами заниматься задам такой после принятия госпрограммы по вооружениям в десятом году путин занимал позицию что военно-промышленный комплекс должен быть локомотивом экономики в целом и недавно на Валдайском клубе он озвучил тезис что ВПК это не только для прикладной науки имеет значение но и для фундаментальных исследований поэтому спрашиваю вас как относиться к этому это на самом деле программа в которую господин Путин верит и второе и каковы шансы на успех реализации понимания или какое видение вы имеете о молодежи я несколько лет назад работала с ультрапатриотическими молодежными организациями их тогда было много я их немножко потеряла из виду но я помню эти прекрасные протестные демонстрации похожие на карнавал в сибирских городах в крупных европейских российских городах и один организатор мне однажды сказал что самая мощная обновляющая сила в России это православная церковь молодежь вообще не понимает их смешные даже требования что из-за этого стало более активной в борьбе против церкви потом молодежь путешествует это как-то сказывается на менталитет еще вопросы в первую очередь поблагодарить Екатерине Шульман за ее прекрасный анализ и понимание тех вещей которые происходят в России это большое огромное вам спасибо и мой вопрос тоже к вам относительно того что вы знаете есть большое количество исследований экономических довольно таких убедительных которые говорят о том что если санкции будут продлены если значит ситуация с Ираном поменяется если цена нафта все-таки на нефть все-таки упадет есть большая возможность что в перспективе даже очень ближайших лет 3-4 года ситуация в России экономическая приведет к краху и что автоматически приведет к политическому краху то есть система которая сейчас существует в России и собственно вопрос заключается в том понимает ли это современная власть в России и ведутся вообще дискуссии о том какие угрозы ждут Россию в таком случае в ближайшем будущем такие угрозы как миграция или конфликты в национальных республиках или Китае также ведется ли такая дискуссия и есть ли понимание этой проблемы и этой угрозы спасибо и еще один последний вопрос мой вопрос господину трудолюбову госпожи шульман и поэтому позвольте задать вопрос по-русски три важных понятия к которым мы все время возвращаемся во время дискуссии пропаганда общественное мнение и общечеловеческие западные ценности их взаимосвязь и конфликт я не скажу ничего нового что элементы пропаганды есть в любом обществе и здесь в Германии имеем и такое и господин Фукс во своем вступительном слове не случайно также подчеркнул что идет речь о конфликте ценностей а не геополитическом конфликте если мы имеем ввиду конфликт с Россией и хотелось бы просто знать какие такие общечеловеческие ценности свойственны нашему западному миру и не свойственны российскому миру и как продолжение этого вопроса вот ту массу людей которую вы описали и господин Трудолюбов и фрау Шульман может быть в какой-то части в большей части и правильно то что люди в массе своей сидят у картинки ждут продолжения этого сериала и они как бы управляемы этой пропагандой напрямую и непосредственно насколько все-таки в этой огромной огромной массе русского народа есть вот и часть населения которая имеет возможность благодаря информации и из интернета и из других источников активно высказывать свою точку зрения это вот мой вопрос спасибо первый вопрос был о значении военно-промышленного комплекса в экономическом отношении для НИОКР для науки и насколько этот комплекс может играть своего рода локомотив в интересах модернизации экономики господин Труля-Любов я смотрю в вашем направлении ну видите сейчас финансирование сектора продолжается это один из немногих секторов промышленности которые растут сейчас вопрос о том насколько это транслируется в остальную в развитии может ли это быть локомотивом развития экономического но он дискуссионный опыт множества других стран показывает что эта модель развития она ушла в прошлое она была действительно когда-то возможно но в последнее время гражданские технологии скорее лидируют по крайней мере в развитом мире это это вроде бы так поэтому рассчитывать на то что именно это будет локомотивом инноваций и такого как бы чисто промышленного роста трудно по-моему то есть сейчас этого не видно к тому же в России в принципе климат для такого для производства для развития основанного на производстве климат экономический он очень плохой очень малой конкуренции очень как бы всегда есть возможность импорта поэтому как бы не трудно сказать что это будет какой-то прорыв но естественно если как бы ситуация пойдет в сторону вообще мобилизационной экономики если Россия увязнет в Сирии если долго не будет новых источников роста экономики тогда это будет источник роста экономики по сути единственный скоро он уже будет единственным точнее одним из существенных но это скорее плохой сценарий то есть тот оптимальный сценарий который мне кажется важным он как раз предусматривает развитие за счет других источников молодежь молодежь в россии молодежь в россии это надежда новое мышление изменения или скребанчивая надежда вы знаете мне всегда казался каким таким поверхностным подход связывающий стратегические изменения просто со сменой поколений само по себе сам по себе ход времени само по себе умирание одних людей и рождение других не производит прогресса или регресса неважно не производит никаких существенных изменений это просто события жизни и все приписывание поколениям людям родившимся в одно и то же время каких-то специфических свойств от того что они родились в одно и то же время это тоже такое популярное обобщение но во многом обманчивое а что касается молодежи и немолодежи и тех перемен которые могут у нас произойти у нас две вещи демографические являются значимыми во-первых тот момент когда начнет уходить из власти то поколение которое сейчас там максимально сидит это поколение людей 55 лет и старше вот наша с вами правящая элита не наша с вами а наша российская преимущественно состоит из людей вот этого возраста это действительно довольно специфическое поколение его основной чертой является то что оно чрезвычайно советское это люди которые родились при советской власти выучились при советской власти их учили уже те кто были сами советскими людьми и они достигли своего так сказать своего возраста зрелости тоже еще при советском союзе то что они при этом в новой жизни после 90-х там не были коммунистами не верили в победу социализма совершенно ничего не значит по сравнению с тем что их мышление было сформировано именно в советском контексте много из того что мы видим сейчас в российской внешней и внутренней политике вот это легкое и комфортное впадание в советские формы и внешние формы и пропагандистские формы и вот этот дискурс антизападный антиамериканский вот эта вот имитация холодной войны легкие разговоры о нашем ядерном потенциале это все во многом восходит к тому что задающим тренд тон и моду и имеющим власть является поколение именно этого возраста когда она начнет уходить в силу естественных причин в россии не очень высокая продолжительная жизнь особенно среди мужчин к людям богатым и облеченным властью это относится в меньшей степени но тоже в очень большой степени относится кровожадно скажу я значит это это фактор который надо что называется держать в голове ему на смену придет другое поколение которое тоже является по своему в значительной степени советским но которое хотя бы было моложе когда советская власть исчезла которая хотя бы имела возможность получать информацию и как-то обучаться уже тогда когда стали доступны новые источники информации потому что конечно в первую очередь то что контролировала советская власть она контролировала головы граждан это у нее получалось лучше чем все остальное характеризовать молодежь как таковую опять же сложно и это сразу сводится каким-то бытовым разговором а вот мои там не знаю дети а вот мои там младшие братья и сестры мои студенты ну мне нравятся мои студенты я могу рассказать что именно мне в них нравится что не нравится но насколько это будет значимо с точки зрения политического процесса важно то что этой вот молодежи на которую мы тут пытаемся возлагать надежды ее вообще говоря довольно мало и с ней связан будущий демографический провал с которым нам придется иметь дело сейчас вступает в свой фертильный возраст поколение 90-х поколение рожденное в конце 80-х и 90-х годов которое само по себе маленькое тогда был спад рождаемости очень большой очень значительный спад вот сейчас эти немногие стали собственно молодежью им предстоит рожать своих детей соответственно этот демографический провал будет дуплицироваться будет возобновляться это вот такой важный политический экономический фактор который нужно учитывать а каковы эти люди каковы их убеждения каковы их вообще как они будут себя вести когда они придут в активную социальную политическую жизнь на самом деле не знаю нет не могу сказать и более того считаю еще раз повторю считаю обобщение на этой почве ожидание что вот придет молодежь и она там сделает все по-другому поверхностными они бывают в позитивном смысле вот как в вопросе было озвучено придут новые молодые свободные люди сделают хорошо они есть и в катастрофическом изводе придут необразованные значит темные вот эти вот неграмотные молодые люди они все в душе там не знаю фашисты националисты и они сделают что-то ужасное вот эти две существуют теории по-моему обе они немножко такие фантастические рынки в том что есть сценарий кризисов возможно что в россии через три четыре года будет большой крах Демографическая проблема миграции и так далее. Это тема в России, в Москве, это обсуждается. В этом заключался третий вопрос. Об этом говорят среди населения и среди власть придержащих. Я такого не вижу. Но особенность российского общества – очень краткосрочное мышление. О таких вещах, это правда, мало существует. Естественно, на экспертном уровне существует, но в общественной дискуссии, в такой широкой, нет. Я этого просто не вижу. Люди занимаются повседневной жизнью. Просто интересный момент, что, например, бизнес, упоминавшийся здесь, весь себя давно застраховал. И деньги выводятся, какие только можно, активы, гарантии для сохранности собственности. Все за границей находятся у людей. Люди живут у бизнеса, семьи живут за границей, как правило. Это говорит об ожиданиях бизнеса. Это говорит о том, в каком состоянии эти люди постоянно действуют. Да, они заработают свои деньги до сих пор в России, но они каждую секунду готовы уехать и переместиться территориально в другое место. Это говорит об ожиданиях. То есть они как бы по определению плохие ожидания, но в большой дискуссии в общественной этого нет. Я думаю, что люди живут в некотором стремлении этого не видеть и не знать. Вот этих ожиданий как бы не хотят, обсуждать не хотят. Давайте я тоже попробую ответить. Вопрос как-то адресовался ко мне. Я тоже хочу сказать вот что. Мне не нравятся катастрофические сценарии не потому, что они плохие, а я считаю, что все будет хорошо, а потому что они конечные. Они предполагают, что под влиянием тех и тех факторов наступит какой-то финал. Россия развалится или Россия процветет или вот что такое экономический крах. Понимаете, есть большая страна с многочисленным работающим, преимущественно городским, как я уже говорила, населением. Очевидно, что в связи с стратегической тенденцией на удешевление углеводородного сырья доходы наши станут ниже. Мы все обеднее. Это, в общем, понятно. Является ли это крахом? Следует ли за этим, не знаю, что физическая смерть этих всех миллионов? Нет, конечно. К сожалению или к счастью, политические режимы, подобные нашему, в общем, достаточно живучи и не так сильно зависят от экономических результатов. Похожие на наши политические системы в Латинской Америке, в Северной Африке, например, и не Северной, десятилетиями влачат свое существование при довольно бедном населении, при неэффективной экономике, и ничего с ними не делается. Они не проваливаются сквозь землю, там не наступает тотальная резня. Люди живут, как-то так не очень весело, но, в общем, живут. В России парадоксальным образом некоторым спасением, не спасением, а некоторой страховкой от кризиса является очень значительный серый сектор. То, что не регистрируется официальной статистикой, и то, что вообще не попадает на глаза государству. Это всякого рода мелкие промыслы и занятия, и способы зарабатывания денег, такая низовая экономика, которая, еще раз повторюсь, не отражается ни в федеральном бюджете, ни вообще в официальных отчетах. У нас Росстат, статистическая служба официальная, признает, что до 30% экономического оборота вообще находится в этой серой зоне, не фиксируется. Во времена кризиса, когда вот эта вот система, деньги поступают в бюджет от нефти, бюджет раздает понемножку разным людям, перестает работать, спасением является то, как люди зарабатывают себе сами. И как мы видим, даже по официальным признаниям того, что официально невидимо и непризнанно, это довольно значительная доля экономики. Она позволяет тоже как-то так проживать. Что касается санкций, еще два слова скажу. Два момента в санкциях являются наиболее значимыми для экономики России. Причем один момент значим для правящей элиты, а второй для граждан. Первое – это закрытие доступа нашим банкам к западным финансовым рынкам. Это то, что важно для экономической номенклатуры, для высших чиновников, вот собственно для банков, в том числе госбанков. А второе – это антисанкции, принятые нами в ответ на западные санкции, запрет на ввоз продуктов из ЕС. Это раскрутило ту продуктовую инфляцию, которую мы тут упоминали в самом начале. Это то, что сильнее всего бьет непосредственно по гражданам. Но Россия не может снять свои антисанкции, пока не будет какого-то хотя бы символического жеста, обозначающего, что мы победили. Это к вопросу о законах пропаганды. Хотя бы в телевизоре должна быть показана какая-то убедительная наша победа над враждебным Западом и его какое-то отступление. То есть чего-то они должны такое вот снять, прежде чем мы сможем снять эту удавку с нашей собственной шеи, которую мы туда нацепили. Это все понимают, но вот ситуация такая, из нее другого выхода, к сожалению, нет. И последний вопрос сокращаю до части, который касается населения в России, и особенно тех, которые имеют возможность информироваться там шире, глубже, и которые не только слушают пропаганду. Сколько их, каково значение этой части для населения, для общественного и политического развития. Многие просто не хотят информироваться, хотя они могли бы информироваться. — Скоро, проникновение интернета в России, по-моему, уже превышает 50%, если я не путаю, по всей России, вообще по всей. Но в больших городах 60-70%. По вопросам 30-40% людей регулярно имеют доступ к альтернативным источникам информации. То есть назвать Россию страной, в которой вообще люди лишены альтернативных источников, нет, нельзя. У людей есть эти источники. И я просто действительно думаю, что существует какая-то ментальная ситуация в России. Люди не очень хотят сейчас, не очень интересуются правдой и в широком смысле этого слова. Кого-то она пугает, кто-то смущен вот этой пропагандой, которая всегда говорит, что есть бесконечное количество версий, но одной правды нет. Всегда можно оспорить, какой-то скепсис. Это могут быть разные причины, но люди не хотят туда заходить. А если читают источники какие-то в интернете, то предпочитают, видимо, думать, что там здесь пропаганда, там пропаганда. Как бы одной правды нет. Вот, кстати, коротко, одно исследование, я помню, недавно было, измерялось отношение к событиям в аудиториях, которые получают одновременно российское и западное телевидение, например, в Эстонии. И там их отношение к, например, событиям в Украине, это речь шла по войну в Украине, отличалось от отношений в остальной части Эстонии. Там, где люди получали и русское телевидение, и мецведурскоязычную аудиторию, люди, у которых родной русский, они переставали следовать одной версии. Они просто говорили, и те врут, и те врут. И это очень распространённое отношение в самой России, очень распространённое. То есть нельзя сказать, что русские все принимают на веру какую-то пропаганду. Но мне кажется, Екатерина говорила это. Для большинства вот именно это отношение характерно. Да мы не знаем, что там на самом деле. Нет одной правды. Мало ли что. Вот такого вот рода. Мы сегодня вечером поняли, что с Альтернативами в России трудно. Они есть, но всё-таки трудно. Трудно о них говорить, их обсуждать. 4 ноября был праздник в России. Я нашёл хорошую цитату руководящей личности в России. Отгадайте, кто. Он сказал, важно понимать себя как единый народ. Но единый народ не значит единость идей или единое восприятие проблем и будущего в государстве. Отгадайте, кто. Президент Путин сказал, по-моему, это удачное завершение нашего с вами мероприятия. Давайте возьмём его за слово. Я хочу поблагодарить вас, что вы пришли на нашу подиумную дискуссию. Я хочу сказать спасибо всем, которые нам помогли. Также большое спасибо нашим переводчикам. По-моему, они прекрасно справились. Мы немножко вышли за рамки времени, но это ничего. Это классический московский подход. Мы не слишком смотрели на время. А сейчас есть возможность в неофициальной обстановке ещё немножко обсудить услышанное. Спасибо. Спасибо.